И последовал за Ним. Притолковать совершенно нечего. Я беру внимание слово последовал. Куда? За Иисусом. И эти слова считают 2000 лет. И понимая, последовал за Иисусом, это посоветовало. Все монахи именно так и понимают. В их географии написано, он знал хорошо Писание, и написано, как последовал, он сразу последовал. Это как надо понимать-то? За Иисусом. А где Иисус? Да он сегодня ушел в стеление такое-то, пошел туда. А сейчас где Иисус? Пошел на гору. Тоже на гору лезть туда. А сколько там на горе был? Ну, может быть, полдня, большего не был. Ну и все, кончился монастырь. А внизу что? Там бесноваться народ, народ беснуется. Идите, там перестройка началась, помогите им встать на ноги. Идите за Иисусом. Вот нарисовали карту путешествия апостола Павла. Но я не вижу карту путешествия Иисуса Христа. Почему? Нигде нет. Кажется, в первую очередь, это, ни в одной Библии нигде этого нет. Все трудно было. И с чем-то же это связано. Ну, по Библии мы можем проследить. Куда он пошел? Лука 5.27.28. Об этом же случае говорит так. И он оставил все встал и последовал за ним. И сделал для него, Леви, в доме своем большой ужин. И там было множество. Кого было множество? Мытарей и других. Книжников, фарисеев, расставиц. Зачем он, если пьет с мытарями и грешниками? Вот чем это кончилось. Одного мытаря привлекает, а за ним целая страна мытарей. Откуда они только берутся? Вот это за Господом. Если ты принадлежал к мытарям, принадлежал к коммунистам, начинай там работать. А в чем ты был, артист? Ну, начинай теперь в драмтеатре среди. Не драмтеатром занимайся. Вот сейчас только звонит человек. А кто ты такой? Мне такого надо. А кто такой? Да вот это кредитная основа. Правильно попали. У нас этот кредит дают. Сразу нет, наверное, нет. Правильно. Залог Духа Святого Господь дает. Он зовет тебя на труд. Нет, 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 я не туда попал. Вы хорошо поняли, что не туда. Это православная церковь. И как раз она принимает в кредит. И при том с большим превращением будет. Положил трубку. Значит, не понял ничего. А пошел дальше этот мытар на свое дело. Опять отбирать народ. А тут-то бы как он вложил капитал. Да с каким превращением-то пошел бы. Все им, говорит, кленное, а получаем нетленное. Все им временное, а получаем вечное. Книга Иова 31.7. Если сердце мое следовало за глазами моими, то пусть я сею, а другой ест. Пусть отрасли мои искоренены будут. То есть глаза, куда смотрят, туда сам потянулся. Вот этого не надо делать. Да, увидел. Какое-то изображение. Увидел, значит, и услышал. А туда следовать не надо. Сразу быстренько высчитай. А мне это надо? Вопрос всегда. А мне это надо? Я сегодня умру. Пойдет это со мной. А польза какая будет, если я это буду иметь? Многое можно было иметь. Как говорят в мире, реализовать себя. Реализовать это продать. Смысл-то? Реализация товара. А затем скрыли. Реализовать себя. Себя кому продать? Дьяволу душу продать. Хочешь быть богат, отдай душу в ад. Поговорка-то откуда идет? Итак, следовать за Господом, значит, наоборот, раздавать. В кредит отдать Господу. Дающий нищему, дает займы Богу, Писание говорит. Ты хочешь процентами получить, чтобы никакой девальвации, дефолты, ничего не бояться-то? Пожалуйста. Златоуз говорит, ты сел обедать, а там кричит, руку протяни за окно, это уже на небо пошло. Самый надежный способ помочь нуждающимся. Повторяю, сегодня хлебом люди не нуждаются, они больше нуждаются духовным. Складывай сюда капитал, не пожалеешь. Матфея 27, 55. Многие женщины следовали за Иисусом, служа Ему. Следовать значит служить, не просто шагать за Ним, а служить. В чем Он нуждается? А теперь голоден был накормили, жаждал напоили, лежал в больнице посетили. Ведь как сказано, все это ко мне, ни в какой другой литературе мы не найдем таком. Иисус олицетворяет себя с каждым из нас. Сегодня я просто остаюсь человеком. И да, ты лег на постель, ты посетила. Это все, что Христа. И ты все время это помни. Где бы что ни было, проверку нашему сердцу даст свое время Господь. Последовал за Ним, служа Ему. Сколько лет ты уже обратился? Как ты Ему служишь? А чтобы служить Ему, человека какого-то принимает на работе, начинается инструктаж. Обязательно. Как работать надо, как одеться, как разговаривать. Все его вводят в инструкцию. А мы Господу служим, надо Слово Божие знать. Никак, пришел, стоял, ушел. Кто так научил делаться? Да я Господу пришел служить, научите меня правильно петь. Нет, серафимово правило, 50 раз Богородицу прочитать. Вот все за счет провали, вот все что по-шамански. Сколько раз скажу, вот что-то где-то изменится. Вот я встаю и думаю в другой раз. Ну вот исчезло бы сейчас 12 томов Иоанна Златоуста. Что изменилось? Да оно исчезло, нигде нет и ничего не изменилось. А сколько Достоевский написал Толстой? А если бы исчезло, что бы? Да исчезло, никто не считает. Ты найдешь, а кто сегодня считал Толстого? Нет. А вот там-то столько-то называют, ничего не изменится. А правило на дорогах убери сегодня, все изменится. Сразу басовка все остановилась. И правило простые, житейское, что утроба. Утроба. Вот это на первое место вышло. А ты для себя держи. Все силы приложи на то, чтобы в каждом вопросе стояло небесное на первом месте. Матвея 26, 58. Петр же следовал за ним издали. Просто следовало и не рядом, а подальше. Следовать издали, это уже ограничит предательством, с отречением от Христа. Я, говорит, в душе верю. Это издали следовать. Ни на какое дело не дозовешься, ну так меня узнают. Ты на работе работаешь, тебя знают или нет? Тебе может работу Бог дал на не одну неделю для того, чтобы ты был там свидетелем. Ты немедленно, прям сразу начинаешь с ним разговаривать. Я вчера вам рассказывал, как идут военные идут. Я ему сразу раз, материалы предложил, нашел знакомого, и все у нас получилось как надо. Все. Он уже взял визитки, тому передаст. Ты каждый раз думай, я чадо Божие. Следую ли я за ним. А если следую, ты должен знать весь маршрут заранее. Деяние 12, 9. Петр вышел из тюрьмы и следовал за ним, за ангелом, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думал, что видит видение. А у нас наоборот, видит сон видение и думает, что на самом деле. Все перевернулось. У него что на самом деле ему казалось видением. И там он был послушен. Не надо ни с чем-то размеряться. Так сказал Господь. Первым делом припаяшься. А сегодня припаяшься, а пояса нет. Деяние 13, 14. Иудеи и чтители Божие и обращенные из изжильщиков следовали за Павлом и Варнавою. Да, конечно, не за Христом. Они прямо о Христе говорили. И поэтому следовать за человеком, который следует за Господом, он сказал, что следует за Господом. Поэтому избери себе такого руководителя, святые отцы говорят, строже которого всей вселенной нет. И первым делом научи страху Божию. Они следовали за Павлом. За это можно сейчас прицепиться. Так они же не за Христом шли. А Павел говорит, уже живу не я, а живет во мне Христос. Подражайте мне, как я Христу. Вот на таком накале надо жить, чтобы никто не смог поприкнуть. Откровение 1.8. 6.8. И смерть и ад следовали за ним. Вот этого надо бояться. А что такое смерть и ад? Это погибель. Вступали люди в партии. Там везде смерть и ад. И может быть в каждой секте, везде, где нет церкви, смерть и ад. Почему? А вертихи не спасутся. Так их сегодня сколько в городе? Как они собираются? Как они Бога славят? Как легко обольститься? Скажите, здесь Христос и там Христос. Вот не ходите и не гоняйтесь. Ну как вы же такая же Библия? Все такое же будет. Но Христа там не будет. Почему? Потому что вопреки у Слову Божию. Христос оставал церковь. Следует за Христом это войти в церковь. Неужели только в церковь? Иди, я покажу тебе брак Адамса. И невеста его есть в церковь. И у церкви есть определенный мандат на существование, конкретное свидетельство о рождении, где, чтобы никто не поделался, в Сионской горнице. А для язычников в доме Корнилия. Сегодня невеста церковью называет себя сектант. И покажите рождение ваше. Ветеране 16-й век, Баптисты 17-й век, а остальные там в 19-м веке, Адвентисты, кстати, уже в 20-м веке. Вы покажите нам паспорт. Они не любят говорить. Какая разница? Я славлю Бога. Да ты даже не наложница, не то, что там жена. Ты никто. Просто на улице стоит какая-то, а я жена царя называется. Жена царя та, которая имеет удостоверение от самого царя, что она им была избрана. Сиракоп 11-й веке. Многие и великое дано нам через закон, пророков и прочих писателей, следовавших за ними, за что мы должны прославлять народ израильский. Значит, следовать надо за законом, за пророками и за людьми, которые правильно по закону и прославлять за это, народ израильский сохранил Слово Божие. Не тот, который сегодня, а те, которые сохранили. Сирак 47-8. Война была пред Господом у израильского народа, а народ только следовал за всемогущим. Если за Господом будешь идти, все опасности каким-то образом развеются. И непонятно как. Вот конкретный пример. Внезапно звонит мой брат, батюшка из Потеряльки. Там подожгли. Ты бы, наверное, позвонил бы, сказал в управление железной дороги, они нам поле все сожгли, солому. Ну, кого батюшка говорить-то? Мне неохота скажу. Я знаю, что бесполезно. Но, может быть, позвонил бы. Я сразу на молитву. Господи, что я могу сделать? И на молитве сразу открываются. Это ничего не даст. Надо писать. Я сел вечером, тут же написал. Управление. Вчера вам засчитал. Сестра пошла там разговаривать. Не хотят ни в те двери, не так повернулся, ни то пришел. Второй раз сиди, сестра. Я опять на молитву. И сегодня уже оттуда звонят. Вчера провели селекторное совещание. Нашли, а то никого не найдешь. Нашли. Наказали. Вам как? Куда послать ответ? Я говорю, может, мы можем даже протокол собрания вам послать? Это вообще невиданная вещь. Что это? А ты только следуй за всемогущим. А я ему начал сразу свидетельствовать. Ты телефон сохрани наш, у нас занятия тогда будут, у нас детский лагерь, ты, думаю, на этом пожаре-то много можно поджарить. Господь дал свидетельство, Я думаю, молодец, батюшка, что позвонил. Он еще не знает, какой результат. А мы только следуем за всемогущим. Никаких связей, нет ничего. Представьте. А нас конкретно по железной дороге, говорят, оповестили, дорог в собственном везде. Селектор на совещании. Сразу нашли там и бригадиры наказали. И не сказали, что вы там неправильно сказали. А ты только следуй за всемогущим. Опять бросай, и все, опять надо помолиться. Господи, ты услышал. И потом сразу, потом мгновенно. Но это на ваших глазах все совершается. Это невозможно сдвинуть. Они там с кабинета в кабинет толкают. И вдруг Господь побудил вас. И спрашивает, куда вам послать? Как лучше? Такая забота. Что с ними сделалось? А то что такое? А я думаю, Господь больше никак положил им на сердце Деяние 9.2. И вот выпросил письма вам в Дамаск, чтобы кого найдет последователем на всему учению мужчин и женщин, чтобы было хватать, связывать и приводить в Иерусалим. Следование за Господом всегда вызывает противодействие врага. И взять тех, которые, говорят, следовали новому учению. Если сегодня будет гонение, то подряд всех не будут брать. Сначала тех, которые следуют учению, найдут. Которые хотят по Библии. В первую очередь бросят силы враг туда. Так что, если мы попадем в первую очередь, то меньше страдать придется. Этого бояться не надо. Но что, уже мимо нас не прошел бы Савл, если он гонитель был бы, он бы точно на нас вышел. Какие мы счастливы. А мы бы ему как раз сказали про его послания, какие от тебя появятся. Он же в наше общем-то и обратился бы. Откровение 14.4. И вот следует за ним, за Агнцем, куда бы он ни пошел. Вот наша программа. Куда-то зовут, что-то дело только одно. Господа, это угодно или нет? А зачем я туда пойду? Не быть тысячи силами? А будет ли возможность свидетельствовать? Меня зовут на конференции, конгрессах. Я один вопрос задаю. А предоставите слово? Обманывает каждый раз. Предоставит? Им по 20 минут, а мне 5. Мне приходится в 5 минут сказать то, что не каждому понравится. следовать? Я подумал, что это такое? Стало следовать, это слово. Это означает вступать в след. Корень-то след. Вот где его ступки Христа кровавые, туда и ступай. Чуть в сторону, это она сразу хватает. Ты сразу провалишься. А куда следовали? Ну, за кем-то. Вот это слово за, я раньше не исследовал. Думаю, а кто есть, куда могут нас увлечь за? Вы не поверите, в Библии эта приставка за кем-то встречается 2105 раз. И вот из 2105 раз нам надо выбрать абсолютно точно и безошибочно за кем следовать. Вот какие цифры нам сегодня помогают найти техники? Какая бы ни техника, ничего бы этого не нашел. Все время каждый говорит следуй за мной. Куда? За Родину? Войну это было. И всегда так было. А иногда за правителем, которому колес уже завтра будет, идут. Вот сейчас мы следовали, мы не за рубежной церкви следовали, мы следовали за Христом. И мы за рубежной церкви мы единственные такие были, больше никого не было. Это сегодня все понимают. И где бы что с нами ни было, мы будем следовать за Господа, но может через нас что-то Господь сделать. Я не знаю, от меня сокрыто, что они с нами будут делать. Я думаю, для них уже сегодня это и зубная, и головная боль. Потому что мы до конца держимся, никто такую тактику не избрал, и все удивляются. И что, вы и патриарха этого КГБшника поминать будем? Будем поминать, но только нашим господином не назовем. С этого мы не сойдем. А поминать я его каждый день молился, я и до этого. Я и обязан молиться из-за президента. Написано не за одного, а за всех царей в мире. Я их прям по именам называл Буша Маргарет Тетчер вся на молитве. Почему? Повеление Божие. Это не потому, что я такой широкий, а Бог повелевает. Я каждый раз думаю, Господи, как бы в нем молитве что-то не упустить, воле Твою святую не нарушить. Ты повелел за начальствующих. И вспоминай всех. И вспомни, одного начальника давно не молился. Да давай, думаю, пощаще восполни недостаток. И вот он сидит у сбора пошли. Ну что такое? Он исполнял римский закон брать налоги. А чтобы собирать налоги, тот народ должен быть, как говорят, лояльным. Видите, какие исследования показывают. Это английское слово означает верность действующему закону. Человек, который обращается корректно с этим законом и благожелательным к нему. Вот тогда он дает налог. Не сопротивляется. Мы должны быть такими. Налоги платить. Что требуется? Нигде это не подставлять, чтобы энергия не крутилась. Что-то подставляет. А обман делает. Счетчик что-то делает по-другому. Этого делать нельзя. Мы верующие. Невозможно никак все отключи и без этого живи. И вот говорит о почвенах что Библия. Раз Вели занимался почвеной собирал, немножко надо послушать будет. Первая книга Езры 4.13 Когда израильский народ попал в милость к императору, то он сказал этот народ не будет более платить пошлим. Правитель когда был здесь, глава города, который погиб, он мне помог. По милости Божьей не платить за землю, кое-какие налоги сняли. Это облегчение помогло строить здесь. Они бы задавились здесь. Первое это Матфея говорит Христос 17.25 Цари земные с кого берут почвен? Поехали с чужих? Христос задал вопрос. Не сказал, что они берут, но берут. Берут с чужих. А с чужих мы все попадаем под это. Мы же не их родные дети. Так что ничего в этом нет. Первое Маковинская 10.29 И он говорит, царь тоже освобождаю всех от податей и пошлин за соль и за венцы. Если так, я и не понял, что за венцы или за то, что какую-то должность, но за соль. Это важный был товар такой из этой. Специально Библию указывают. Это царь Дмитрий один давал и Иерусалиму. Иерусалим наградил свободой такой. Вот кого слушаешь, затем и идешь. Что коснулось сердца Матфея, Левия, мы не знаем, но мы мысленно можем думать, что просто так подошел и пойди за мной. Нет. В этой голове уже все было готово, чтобы он пошел. Он слышал неоднократно. Слышал отношение Христа к деньгам. И оно все западало в сердце. Хотя он на деньгах только и жил. И смеялись над Христом, запитая, ибо были коростолюбивые, богатые люди смеялись, он не подходил к ним. То есть, такое нам правитель не нужен. Над нами тоже смеются, как я одетый, надо мной настоятель всегда, я вижу, он посмеивался, а мне нужды нет. Я всегда докажу тебе, что моя обувь выше твоей. Она дешевле, удобнее, чище. Безопаснее и сильнее я могу плыть. Я ему докажу это все и скажу, в моих сапогах войну всю прошли. А в твоих сочететах только по комнате ходить. Вот за кем следовать? И почему сразу последовал? Значит, была подготовка. И я вспоминаю, день, когда я обратился к Господу, меня никто не убеждал, мне никто не рассказывал, мне просто положили на стол Новый Завет, а сами ушли в другую комнату. И пока они зашли, я думаю, так, ну не больше 15 минут, чего бы я больше-то сидел-то. Этого было для меня достаточно, чтобы все стало на место. Почему? Подготовка была большая. Я услышал этот голос, следуй за мной. Мне больше ничего не надо было. Поэтому, если вы кому-то говорите о Господе, обязательно поминайте страх Божий и ад. Говорите об аде, как человек будет гореть, как там страшно, потому что страх содействует спасению больше, чем обещанию будущих благ. Не так, что ты веришь, а получишь рай. Это меньшее содействие. Ты погибнешь, златоуст говорит, ты пугай его огнем, и тогда он подвигнется обещание ради будущих благ. Страха ради наказания человек может двигаться. И говорит, он не обратился, это ничего не значит, заложи в его страх. Придет момент, когда он услышит истину и обратится. И скажет, желаю следовать за Господом, как следовала моя бабушка, мои близкие и родные. И если такое слово мы услышим в свой адрес, какие мы будем блаженные. Аминь. В воскресенье крестово видевшись, поклонимся святому Господу Иисусу. Ты меня будешь грешному, и в суд твоему поклоняемся в кресте.